Приветствую всех! Меня зовут Алексей Кузнецов. В 13 часов, как обычно, краткий обзор ситуации на финансовых рынках. Поставьте, пожалуйста, плюс, если меня хорошо видно и слышно, чтобы я мог начать. Благодарю. Перехожу к самому обзору. Вы знаете, смотрю я со вчерашнего дня на рынок и, честно говоря, дивлюсь. Возможно, присутствует столь выраженное ожидание процентных ставок, которые заседание ФРС будет на следующей неделе, и как-то будет объявлено о том, повышают или не повышают, или что-то еще на рынок действует. Но, в общем, какие-то безидейные мотания цены, то есть волатильность такая пустая, она прям присутствует очень сильно на рынке. И я вот смотрю, и многие движения, цена вроде куда-то пошла, 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 а само движение-то безструктурное. Даже волновая структура у него неотчетливая. И вот это как раз меня наводит на мысли о том, что может, скажем, вот это вот все, что сейчас происходит, это просто безидейная такая волатильность, которая не имеет направления. То есть какие-то направления как будто бы есть, но они такие тяжелые, такие сложные, там все ломанное, все эти линии, не пойми чего. И, по правде говоря, очень сложно сейчас ориентироваться и очень сложно что-либо здесь узнать и понять в этом нагромождении движений. Смотрите, еврофранк, так сказать, ну по большому счету находится в боковике до сих пор. Сейчас подошел к важному уровню, который там вот в дневном формате просматривается к уровню августа месяца. И начало августа опять в него стукнулся, откатил, опять к нему подошел, опять откатил. И что сейчас он здесь рисует, там, одному богу известно. Ну вот я вот честно скажу, я не буду даже лукавить, потому что в таком, смотрите, нагромождении движений, смотрите, какая волатильность. Прямо вот цена туда-сюда мотается, там, ну в достаточно серьезных пределах. И вы видите движения такие проливные. Движения, фактически отсутствует разница между коррекцией и импульсом в динамике. Вот это всегда наводит на определенные мысли. Вот в такой обстановке, несмотря на то, что, смотрите, у нас есть линия поддержки, последняя. Причем, смотрите, тут линия поддержки тоже достаточно сложно провести. Там первая линия вот так вот возникла, да, вот, казалось бы, вот раз, два, три точки на ней. Потом пошло резкое ускорение движения, и мы увидели вот такую вот линию. Потом, смотрите, еще движение ускорилось больше. Потом еще больше ускорилось. Вот видите, вот, постоянный веер такой идет. Ускорение присутствует, но при этом, смотрите, нисходящие движения, они хотя и мощнее по динамике, но они короче почему-то. А импульсные движения, они, скажем так, более, из более мелких свечей состоят, но они длиннее. Вот это, с моей точки зрения, это просто полный какой-то бред. Но, видимо, вот этот бред как раз и связан с тем, что вот это ожидание, которое на рынке происходит, не дает участникам, скажем, увидеть направление и сделать содружественные какие-то действия. Это больше похоже на какие-то такие вот, скажем, как даже это слово-то никак не подберу. Психические, что ли, действия или истерические какие-то действия, участник, который пытается хоть что-то разглядеть, хоть что-то увидеть, хоть куда-то войти. И вот, смотрите, вчерашнее движение вниз было, стояло всего лишь из трех свечей мощных, потом было обратно свечей в два раза больше. Опять более мощная свеча вниз и вроде, понимаете, и тут же опять заткнулось движение. Вот что это такое, с чем-то едят, сказать пока сложно. Но вот что, вот хоть как-то из этой структуры можно увидеть. Вот в четырехчасовом формате вот эта вот волна, вот от этой точки, там где синяя очерчена, ну хоть как-то где-то, условно говоря, напоминает возможный неудавшийся размах. Потому что вот от этой точки сюда такое, ну хотя и быстрое движение достаточно, но в контексте всего и остального, не сказать, что оно, что-то новость какая-то здесь есть в плане динамики. Вот, для размахов обычно не характерна мощная динамика, вот, ну а тут, в общем, все движения довольно динамичные, ну и как бы это одно из них. Ну, в общем, такая достаточно удлиненная волна с несколькими, так сказать, попытками коррекции. Потом обратное неглубокое движение, то есть 50% коррекция. Обратно, еще раз, глубокая коррекция 76,4. И если сейчас пробьется линия поддержки вот этого, в какой-то источник, в какой, я не знаю, вниз, то, в принципе, опираясь вот на данную информацию, мы можем рассчитывать на уровень 1,0789 в качестве цели, то есть падение евро по отношению к франку. Но будет ли это пробитие здесь сейчас вот как бы одним движением или оно не будет, я не знаю. Вот я смотрю тоже и вместе с вами, может быть, удивлюсь на это. Евро-доллар вчера тоже, если честно, меня очень сильно удивил, потому что, с одной стороны, он нарисовал очень такой красивый нисходящий треугольник. Единственное, что здесь, ну не то чтобы смущало, но было маленько. Ведь очень такие размашистые, резкие такие движения в разные стороны, прям вот, и вот это вот вертикальное движение, и обратное движение такое же. Ну, бывает, конечно, но вот, ну, больше всего меня смутило, я сказал, что треугольник, у него цель была 1,1086, то есть, в принципе, все красиво было бы, если бы не вот такая фигня. Вот я сейчас пока эту линию уберу. Вот, вчера цена вышла за нижнюю границу треугольника, дав сигнал на продажу, да, вот как раз. Потом пошла, 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 и просто, смотрите, и просто застряла. Вот сейчас я покажу на, вот смотрите, и застряла, прям вот, прям реальность, она застряла. Было, и вот мне, знаете, что еще смутило, ну, по правде говоря? Вот это очень стремительное, не имеющее структуры движение вниз, сразу же, одним даже, в пяти минутке оно не имеет структуры, вот это вот движение, которое привело к пробитию нижней границы. И вот это все, конечно, ну, наводило на определенные мысли. Дальше, смотрите, мощное движение вверх, не менее мощное, чем вниз. Смотрите, для коррекции после пробития, это не характерно, это не говорит о том, что динамика вниз будет развиваться. То есть, вот это уже сам стопор, который здесь возник, вот пробитие, и смотрите, все меньше, меньше, и оно задыхалось, 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 вот эти три ступеньки образовалось. И в этих трех ступеньках, сейчас поближе покажу, так. Вот, видите, было три ступеньки отчетливых. Раз. Ой, линия, ну ладно, вот эту возьму. К свечам цепляется. Два и три. Вот три таких ступеньки, и в конечном итоге, вот видите, было сильное разворотное движение. Потом вроде пошло вниз, пошло, 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 ну, то знаете, как пошло. Вот, дернулось и встало. Опять же, на одном уровне здесь все застряло. В пяти минутах здесь был треугольник нисходящий, который пробился вверх, но и здесь стало совершенно уже очевидно, что данное движение вниз пока не пойдет. К тому же, все это уже было под вечер, строго говоря. Вот, и ожидать продолжения движения здесь уже было, ну, можно считать, что поздно. Поэтому вчерашний треугольник, попросту говоря, обманул, хотя из него вышел тут, там, практически в безубытке, да, но, в общем, расстроило меня, короче говоря. Обычно работают фигуры такие довольно надежные. Потом, смотрите, вышел за верхнюю границу, уткнулся опять в уровень и опять встал. Вот, что привело к такому супер мощному движению в 110 пунктов ни с того ни с сего, опять же, вечернему движению, аж в ночь оно ушло. Я не знаю, вот хоть убейте, не знаю. Можно, конечно, гадать, предполагать, но в любом случае треугольник данный уже сломался. Я его вычеркиваю из списка награжденных. Что видно сейчас? Цена сейчас, смотрите, откатила, ну, даже вот эту линию тоже уберу. Я вначале, кстати, думал, что линия сопротивления послужит опорой для цены. Она пыталась это сделать, но, видите, свеча провалилась ниже. И я больше все-таки доверяю вот этому вот уровню. То есть, что здесь видно? Импульсное, ну, по крайней мере, хочется верить в то, что импульсное движение вверх. Потом, смотрите, движение, которое, ну, в целом, по структуре больше напоминает коррекционное движение. Цена села на уровень, который, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Ну, в общем, вот видно, что уровень этот есть. Это уровень 1.1173. Вот. Давайте вот так вот его помечу. 1.1173. И от него, может быть, может быть, сейчас надо смотреть уже, что будет происходить. Может быть, возникнет какой-то разворот. Может, да, может, нет. Я вот сейчас даже, знаете, вот такую вот попробую штуку сделать. Тут тоже как-то это плохо все работает. Думал, хоть какой-то канал тут можно построить. Но все-таки, думаю, наверное, и нет. По разным подходам к анализу данной пары, она дает столь противоречивые сигналы, и я, честно, не знаю. Вот на более крупный смотреть. Импульсное движение вверх, потом стремительное движение вниз. Которое, ладно, ну, хорошо, коррекция. Относительно вот всего вот какого-то локального участка. Это импульс, это коррекция, новый импульс. Все, застряли, застряли, застряли. На импульсной волне это всякое не похоже. Но, тем не менее, смотрите, она ползет и ползет, ползет вверх достаточно уверенно. И что здесь будет? Я уже просто даже и не знаю. Может быть, вот сейчас вот в этом формате я смотрю. Вот давайте просто вот это вот я уберу. Уровень поддержки. Я просто показал, с чем связан, может быть, вот этот вот отскок. Что мне здесь еще хоть как-то приходит в голову? Вот. Что мне приходит в голову? Вот есть уровень сопротивления. Вот. И может быть, если сейчас движение тут затормозится. Сейчас поровнее нарисую. Мне вот такие неровные, никогда не нравятся прям они. Тоже маленько, липовые, конечно, все. Но, тем не менее. Может быть, будет вот такая вот линия. И как бы тут, вот четырехчасовой, образуется треугольник. Вот. Фиговенький, кривенький, согласен. Вот. Кто будет со мной спорить сейчас вот из эфира, что я, ну, такие штуки беру, которые сам в очень-то не люблю. Я с вами со всеми соглашусь. Кривой? Кривой. Но при всем при этом, ну, вот. Я не знаю, что мне с этим, как бы, еще делать. Кроме того, смотрите, вот из этого треугольника, который здесь вот был, да? Тут был уровень у нас вчера. Вот если провести линию сопротивления и продублировать, то есть, как бы, превратить ее в канал. Вот. Возникает канальная структура, которая пробита вверх. И после этого мы можем рассчитывать на двойной канал вверх. Вот так вот. С целью 1.12.67. Где-то примерно, если для точности, конечно, надо провести по-нормальному этот канал. Давайте по-нормальному мы его проведем, чтобы... А то я сейчас вам скажу, а вы скажете, ну, что это там тут? Какую-то залипуху. Вот давайте вот прям точно так вот построили. Да, вот есть канал. Вот есть у него вертикальная линия. Есть пересечение. Ну, да, слушайте, слушайте, прям глаз-алмаз. 1.12.67. Да, действительно. Так, сейчас я это удалю. 1.12.67. Вот канал пробился. Ничего не противоречит тому, что цена откатила вниз. И сейчас может двинуться вверх. Вот в этом контексте может быть вот канал здесь даже более оптимальным будет, нежели чем вот этот вот треугольник. Такое условие. Потом треугольника здесь пока еще нет никакого. Я уж так нарисовал. Чисто вот, видите, свеча-то еще даже не закрылась. Давайте я уберу, чтобы не позориться. Все, что я здесь вижу еще, ну, хоть как-то, да, в четырехчасовом формате мы видим движение, которое больше похоже на коррекцию по отношению к предыдущему движению. А вот смотрите, стахастик-то, вот на более высокой вершинке здесь дал уже дивергенцию. Что опять же может говорить больше. Вот видите, сколько противоречий. Прямо я даже поэтому не знаю, что сказать. Может говорить о возможности все-таки нисходящего движения, тем не менее. Но видите, внутри сейчас импульс вверх. Стахастик рисует дивергенцию. Опять движение вниз. Куда это пойдет? Прям вот, ну, Бог его знает. Вот смотрю сам и дивлюсь. Я пока не вижу никакого совершенно повода для входа. Ну, вот максимум с 15 минуток. Учитывая, что в часе стахастик зашел в нижнюю экстремальную зону раз. В 15 минутке, смотрите, было движение вниз. И у нас есть две дивергенции по стахастику. Вот единственное, что знакомый нашел. Две дивергенции по стахастику. Видите, раз, два. И свеча поглощения образовалась. Вот. И видите, уровень, который цена так и не смогла перейти. Вот это хоть как-то меня наводит на мысль о том, но вместе с этой вот линией канала, на то, что сейчас движение очень может быть все-таки вверх. Все-таки. И, может быть, действительно будет отрабатывать вот этот вот двойной канал вверх от нисходящего. То есть, вот как-то вот так я сейчас вижу, что сигнал как будто бы уже здесь поступил. Вот все, что я пока здесь вижу на евро-долларе. Если честно, вчерашняя ситуация, просто не знаю, что по поводу нее и думать. Фунт-доллар. Вообще, тут что происходит? После какого-то совершенно непонятного, сначала движение было вниз резкое. Тормозилось-тормозилось, там резко движение вверх. Без структуры, без всего. Дальше. Нечто похожее на полотнище флага. И, как бы, может быть, он здесь и есть, этот флаг. Выход из этого флага, смотрите, даже в пяти минутки не имеет там какой-то структуры. Это минутная структура. В пятнадцать минутки я вообще уже не говорю. Смотрите, какое мощное движение есть. Сначала с утра вверх, потом резко вниз, потом опять вверх. Потом, смотрите, резко опять вниз, сейчас опять вверх. Что это такое? Куда это? Ну, больше вероятности, вот я не знаю, честно, куда тут торговать. Больше вероятности того, что цена уже все-таки обозначилась и пойдет все-таки вверх. Поэтому здесь можно построить двойной канал, вот двойной канал, с целью, вот условно говоря, какая тут из них пробила. Ну, вот это, допустим. Один, пятьдесят четыре, тридцать восемь. Это если брать двойной канал вверх от нисходящего. Если учитывать, что, допустим, это флаг, ну, к примеру, что вот это вот все флаг, то может быть движение еще дальше. Давайте посмотрим. Порядка ста пунктов. Сто. Вот сто пунктов. Один, пятьдесят четыре, девяносто два. Цель по флагу. Один, пятьдесят четыре, девяносто два. И вот куда он тут пойдет? То ли сюда. Здесь, видите, еще уровни какие-то есть. То ли он пойдет вот сюда, один, пятьдесят четыре, девяносто два. Что, ну, в принципе, тоже возможно. Я говорил о том, что от такого движения, видите, пятидесятипроцентной коррекции, прям четко, видите, пятьдесят процентов коррекции, один, пятьдесят четыре, девяносто два. Может быть, что он туда и пойдет. Но как-то вот все это как-то так коряво происходит, если честно, между нами, что я даже не знаю, чего тут и думать. Вот. Ну, вот, как бы, вот мои мысли такие все-таки, что фунт пойдет именно туда. Доллар, швейцарский франк. Он вообще тут застрял. Я вчера показывал, что, смотрите, в пятнадцатиминутном формате после импульсного движения может быть откатан, и потом можно будет входить на продажи. Вот стрелку показал, линии показал. И действительно, смотрите, он откатил до уровня 7,6-4. По-моему, или... Да, 7,6-4. Образовал нечто похожее на двойную вершину. Тоже, смотрите, дивергенция по стахастику дал. Вот. И пошел вниз. Единственное, он шел, шел, шел. Вечером 21.30 уже, поскольку мы говорили, что это валюта европейского региона, 15-минутный формат, однозначно, вечером надо закрываться. Здесь, вот видите, он стал его болтать, болтать, трясти. Тут однозначно надо было закрыться, если кто здесь входил. Это хоть как-то скомпенсировало бы у меня вчерашнее расстройство по евро-доллару. Потому что это хоть что-то как-то отработало. Вот кроме того, вот эту всю ситуацию можно было воспринять. Я вам специально еще хочу показать, как, смотрите, как головы и плечи, возникшую на коррекции волна, голова и плечи на коррекции, пробитие, небольшой откат. И вот, видите, она отработала. То есть, хоть как двойную вершину, хоть как головы и плечи, данную ситуацию можно было трактовать. И то, и другое разворотное, и то, и другое отработало. То есть, кому как нравится. Потому что бывают фигуры, которые, ну, в принципе, ведь каждая разворотная фигура, это одна и та же фигура, просто с некоторыми особенностями. Но, вот смотрите, в долларе-франке я нарисовал, есть линия поддержки, самая последняя линия поддержки. Вот видите, она как будто то ли пробилась, то ли не пробилась. В общем, цена тут по ней ходит-ходит, и никак ничего. То есть, просто ушла в боковик. Если вот так вот через последнюю точку провести, то, видите, она еще даже никуда не пробила. Если она пробьется вниз все-таки сегодня, если все-таки пробьется, то можно будет рассчитывать уже на падение. Но, как бы сейчас здесь ничего сказать я не могу, потому что здесь просто идет тупой боковик. Вот видите, вот здесь он начался, вроде как чуть вверх, и опять продолжается до сих пор. Никаких поводов никуда входить я, честно говоря, пока не вижу. Вот эту линию попытаться перенести вот так вот вверх, нам тоже это ничего не даст. Не знаю. Нет. Я уже просто пытаюсь хоть что-то применить из того, что я знаю. Доллар-иена, однако, вчера, смотрите, пошла вверх, то есть я показал, что отработана была цель по двойному каналу вверх от восходящего, от малого. Потом, смотрите, к вечеру здесь возникла 15-минутная фигура голова и плечи, которая пробилась вниз, отработала 120-53. Ну, поскольку это доллар-иена, она может и вечером работать, пожалуйста, для нее это вообще не проблема. Дальше, смотрите, цена пошла вниз, откатилась к уровню. Вот что характерно, ночью нарисовала две разворотные свечные модели подтверждения, и, извините меня, в пять часов, вот эта пятичасовая свеча, вот она только дала сигнал, по сути. Кто не спал, может быть, и попытались войти, но, знаете, меня что-то постоянно сейчас смущает в этом во всем движении, только по ночам. Ну, ладно, там для доллара и иены, пожалуйста, по ночам это все может быть. Вот, но вот движение-то структуры, смотрите, опять никакой не имеет. Резкий выброс, цена застряла, то есть ни коррекции, ничего, толком расширяющийся треугольник возник, который, смотрите, одной свечой махнул вверх. Потом опять откатил, какая-то попытка опять натяжки тенденций, опять дошли до этого же уровня. Если кто-то еще стоит здесь до, так сказать, цели 121.58, вот по четырехчасовому вот этому, я говорил, нисходящий канал, и двойной от него вверх. Я считаю, что раз, два, третий удар в уровень, и все, видите, динамики-то нету никакой. Вот смотрите даже на более мелкий формат. Видите, свеча поглощения. Дивергенции по индикатору АО. Все, я считаю, что если кто-то продолжает здесь стоять, лучше выходить отсюда. Потому что уже очень подозрительно, много раз цена бьется в один и тот же уровень, 121.20, и все никак не может его преодолеть. Я считаю, что с этой ситуацией, она может, конечно, и пройдет выше, вот, но здесь пунктов немного, в общем-то, а опасность здесь велика. Будет она там, не будет, я не знаю, я вот из этой ситуации рекомендую выйти. И пока больше я здесь не вижу ничего, ни в каком формате, потому что, видите, тоже движение так, без структуры. Вниз, сильно, резко вверх. Вот чего она так бродит? Может быть, здесь какая-то фигура в конечном итоге образуется. Ну, какого-то четырехчасового, например, формата. Но пока ее нету, я даже загадывать не буду. Австралийский доллар, однако, смотрите, какая интересная штука. Вот по Новой Зеландии сегодня вышли ночью данные по снижению процентных ставок. У них было 3%, стало 2,5%. Ну, то есть, в общем-то, сейчас многие страны, которые, так называемые сырьевые валюты, они проводят политику смягчения, смягчения кредитно-денежной политики. И вот только Федеральный резерв собирается вроде как укреплять процентную ставку, повышать ее, что может вызвать укрепление американского доллара против остальных валют. А вот те, кто страны-экспортеры, вот им как раз очень невыгодно дорогие валюты, и они как раз стараются ослаблять кредитно-денежную политику и понижать ставки. Вот Новой Зеландии понизило ставки, сегодня ночью, и вышли статданные по Австралии, они тоже оказались не ахти. Там по рынку труда и прочие там вышли данные. Ну, не самые лучшие. И смотрите, это привело, вот я почему все это Тираду сказал? К тому, что было пробитие линии сопротивления, то есть динамика уже здесь нарушилась, я сказал, что можно подождать отката вниз, и от этого отката можно будет уже покупать. Но смотрите, здесь не просто был откат. Здесь был откат, больше похожий на импульс, аж с ценовым разрывом. Смотрите, возник ценовой разрыв, но почему-то разрыв возник перед новостями, а не на новостях. И против разрывов входить вот так вот. Как-то, знаете, прям не очень тоже. Хотя, несмотря на вот эту всю динамику жесткую, смотрите какая, резко вниз, резко вверх. Где здесь импульс, где здесь коррекция? Скажите вы мне. Я не знаю. Однако, вот в целом прогноз, смотрите, оправдался. То есть, если не брать в расчеты вот эту динамику ценовую, то сама геометрия прогноза полностью оправдалась. Цена прям даже, видите, как будто по линиям по моим шла. 7,64 уровень был откат. Потом цена вышла вверх и достигла целевого значения, там 0,70-68. Как бы зайти здесь для меня, например, было нереально. Я этого и не делал. Но в целом, вы видите, как все это дело происходит. Теперь, что можно после этого сейчас здесь увидеть еще. Если посмотреть на эту ситуацию вот в таком вот виде, в таком, после нисходящей тенденции, в принципе, можно углядеть, смотрите, фигуру, голова-плечи с уровнем, а может быть даже, если вот так, еще поправильнее к этому подходить, вот, восходящий треугольник. Вот это плечико, правда, маловато, но как бы для треугольника и для головы и плечей, но тем не менее, в общем-то, нормально. И вот сейчас, как раз, если четырехчасовой свечей текущей цена пробьет все-таки уровень сопротивления, вот этот вот, то движение вверх, все равно, как рассматривать, как треугольник или как головы и плечи, это одно и то же здесь по дистанциям и по точкам пробития. То вот сейчас я покажу, какая будет цель 0.72.15. Вот такая будет цель по данной, или голова-плечи, или треугольника можно изобразить, как угодно. Но вот таким вот образом здесь можно эту ситуацию хоть как-то проанализировать. Поэтому я сейчас вот стрелочку поставлю, говоря все о том, что может быть вот такая вот штука. Но смотрите, опять же, структуры трендовой в данном движении просто, ну, я не вижу. Смотрите, как резко вниз, резко вверх. Куда катится, я не знаю. Возможно, говорю, просто перед данными по процентной ставке Федерального резерва сейчас рынки либо истерят, либо просто вот мотаются. Ну, вот обычно как-то все эти движения, ну, вот видите, здесь вот, ну, структура-то есть движения, а здесь-то ее нету. И вот это меня очень сильно смущает. Опять же, смотрите, сейчас цена пошла, уткнулась в уровень, и смотрите, видите, ее в часовом формате, все, видите, заколбасило. Все, смотрите, тела находятся на одном уровне, 0,7-0,75, вот. И вот для, так сказать, продолжения движения всегда достаточно сомнительно. Очень часто после таких вот зон, особенно они на уровнях, когда возникают, и стахастик, смотрите, тоже находится в верхней экстремальной зоне, возникают откаты. И, вероятно, всего, откат здесь тоже будет. Вот пока что я могу об этом сказать. Новозеландский доллар такая же фигня. Вот видите, тоже есть уровень сопротивления. Я сказал, что может быть голова и плечи, если будет откат. Но, видите, цена сначала вчера прошла чуть выше, чем я, ну, на момент обзора было. Потом, смотрите, аж с разрывом махнула вниз. И тут такая же точная история. Может быть, вот эту ситуацию может быть рассмотреть, если она пробьется вверх, все-таки через уровень, как восходящий треугольник или как перевернутые головы плечи. И, опять же, с целью, сейчас я тут пролеты, конечно, будь здоров. И вот что-то здесь по этому поводу сказать я тоже очень-очень... Не знаю прям. Сегодняшний, короче говоря, обзор, я когда к нему готовился, да, сейчас я просто вот не знал, что вам сказать. 0,6578. Такая может быть цель, если пойдем сейчас сразу вверх. С той же динамикой. Доллар канадец. Смотрите, пружина по-прежнему сжимается. Смотрите, как заколдованный он идет между линией сопротивления и поддержки, не решаясь пробить ни ту, ни другую. Нефть, видите, немножко цены припали на нефть, но ведь тоже динамик-то вниз не развивается особенно. Но большая вероятность того, что она пойдет еще вниз. Пока, ну, строго говоря, пока еще тоже не совсем это понятно. Рубль по отношению к евро, по отношению к доллару, ну, по относительно прошлых дней стабилизировался вроде бы, не растет, не падает. Ну, так вот болтается немножко и все. Золото, единственное, вчера вот я сказал, что есть зона консолидации. Если он пробьется вниз, он вниз и пойдет. Ну, вот так, видите, и было. Четко зона консолидации пробилась вниз. Вот сигнал. И, смотрите, вот раз, и цена улетела на такую же точную дистанцию. Но поскольку, видите, она так же агрессивно улетела, вот за что я золото не люблю. Она просто вот так вот берет и падает. Или берет и просто взлетает. Сейчас все валюты, видите, так торгуются агрессивно. А уж золото при его обычной агрессивности для него это и подавно характерно. Вот такой мой сегодня куцый, если честно, взгляд на финансовые рынки, потому что я не вижу на данный момент каких-то адекватных сигналов для входа в том или ином направлении, даже ни по какой валютной паре. Ну, кое-какие мысли я вам тут набросал, но сам, если честно, я сегодня буду просто лучше наблюдать. Потому что я при такой какой-то бешеной динамике, разнонаправленной, входить куда бы то ни было становится крайне опасным. Так, в 14 новости по фунту. Ну да, вот самое-то мне и забавное то, что, смотрите, фунт, вот смотрите, фунт дает сигнал на покупку, вроде того, а новость еще даже не вышла. То есть, вроде он пошел на продолжение, а новости никакой нет. И вот это все меня прям очень смущает. Так, на франке на А4 нисходящий треугольник с медианой 90 пунктов. На франке, на каком франке? На долларе франке? Или на евро франке? Давайте на долларе франке. На долларе франке треугольник. Убей не вижу на 4-х часовике. Ничего не вижу, никакого треугольника. А на евро франке? Тем более не вижу. Нет, я вот не вижу на долларе франке, на евро франке никакого треугольника. Вчера не получилось зайти на базовый курс, где можно посмотреть. Владимир, базовый курс идет каждый вечер. Вы знаете, лучше просто вы смотрите занятия. Это не значит, что вы, если вчерашний не посмотрели, то сегодняшний не поймете. Я о разных вещах говорю, и вам в любом случае будет это интересно. А следующий базовый курс будет через неделю. Полностью вы сможете его посмотреть. И вообще лучше смотреть такие курсы, ну как бы не по одному разу, а хотя бы два раза посмотреть, чтобы лучше усвоилось. Потому что с одного раза всего хватить, наверное, будет очень сложно. Да, кстати, Юрий, я делаю записи и сейчас выкладываю на ютубе. Посмотрите в Альпари. На Альпари, зайдите на Альпари в соцсетях, вот на сайте Альпари. И в ютубе можете найти сегодняшнюю запись вот этого обзора. Я не знаю, что-то правда смотреть, но вот запись я выложу. Я прямо сейчас через 10 минут выложу ее. Да, я тут то выкладываю, то не выкладываю. У меня пока еще стереотип не сформировался. Я раньше не выкладывал, потом меня попросили, стал выкладывать. Ну вот, выложу, выложу, Юрий. Доллар-франк. Нет, по доллару-франку я не вижу пока ничего. Фунт-франк посмотреть. Так, Игорь пишет. Может кто-то знает, результаты по британцу закладывается сейчас. Понедельника. Фунт-франк. Фунт-франк, знаете, мне нужно, надо искать фунт-франк. Давайте поищем фунт-франк. Так, фунт-франк. И чего фунт-франк? Вот видите, какая жесткая волатильность в дневном формате. Просто вот во все стороны его колбасит. Не по-детски. Взлетел, опять упал. Причем упал не на уровень, а близко к тому. Смотрите, какая жесткая волатильность идет. Я сейчас вообще по данной паре даже и не знаю, чего предпринимать тоже. Потому что конфигурации отчетливых нету. Даже ни на часе, смотрите. Ни на 30-ти минутке. Ничего такого, что могло бы хоть как-то послужить для анализа. То есть видите, просто волатильности и все. Собственно говоря, больше тут ничего сказать не смогу. Ну вот, Виктор. Ничего пока я здесь сказать не могу по фунту-франку. Ничего хорошего. Ну в общем, вот такое сегодня. Так. Основание треугольника 0.9731 на долларе-франке. Давайте посмотрим. Так. 0.9731 на долларе-франке. Вот так вот. Где тут треугольник? Я что-то, честно говоря, не вижу его основания. Если здесь основание 0.9731, вот я нарисовал 0.9731, то где, собственно говоря, здесь уровень? Ведь первая точка, она является определяющей. Смотрите, первая точка ниже, вторая выше. Вы по второй провели, а первая-то ушла. Нет, здесь треугольника нет. Треугольника здесь нет. С моей точки зрения, по крайней мере, за то, зачем я наблюдаю, треугольника здесь нет. Здесь пока этого никак не созреет ситуация на треугольник. То есть я пока только вижу линию поддержки и вероятность нисходящего движения при пробитии данной линии поддержки в четырехчасовом формате. Больше пока ничего здесь нет. Ну, в общем, вот такая ситуация. Я думаю, что сегодня мне больше нечего вам сказать. И я вот так ставлю вам такой вот слайд. И думаю, что по обзору прощаюсь с вами до завтра, потому что сегодня, честно говоря, смотреть, с моей точки зрения, особо нечего. Так вот только некоторые наброски. А завтра посмотрим за развитием событий. Может быть, завтра появятся более четкие какие-то информации, которые позволят нам уже более осознанно и надежно зайти в сделки. С вами был Алексей Кузнецов. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...